Всем привет, с вами Алекс Ки. Хотел вам немножко рассказать о том, с чем столкнулся в магазине Ашан. Возможно, это могла быть ошибка, может быть, это виноват именно производитель. Несмотря на это, я считаю, что и магазин должен нести ответственность за данные содеянные действия. Итак, в чем проблема в магазине? Я увидел то, что... и вообще, я зашел в магазин, чтобы купить сливочное масло. В итоге обратил внимание, что люди, даже многие, обращают внимание на акционные товары, которые стоят намного дороже, или, может быть, в незначительной степени дороже, чем я покупаю масло. Я беру либо это очень важная корова, либо это воськиное счастье. Это местный региональный наш молочный комбинат производит данную продукцию, и что соответствует, по моему мнению, по всем вкусовым качествам, также и по стандарту ГОСТ. Но вот рядом с этим продуктом я увидел маркированный продукт под названием тоже масло растительное. И на что я обратил внимание, это в первую очередь на цену, потому что цена сильно отличается. Если я покупаю масло примерно за 80 рублей, то это масло стоило 37-38 рублей. Ну и представлена картинка этого продукта. При этом, что по закону, который уже давным-давно был внесен в Госдуму, производитель обязан выделить особым шрифтом, чтобы это было видно на этикетке, из чего приготовлен данный продукт. И что он содержит? В первую очередь содержит растительный продукт, это пальмовое масло. Вреден этот продукт или полезен до сих пор никто не знает, никто не может привести достоверные аргументы. Но при этом обманывать обычных граждан, которые заходят в магазин и покупают себе стандартный набор продуктов, это не очень есть хорошо. Потому что человек думает, что неужели, возможно, это произошла какая-нибудь акция, и цена упала в два раза. Этикетки написано с использованием добавления растительных жиров. Но обязательно должно быть, например, вот я тоже нашел в интернете картинку маспа, написано маспа, и в составе написано то, что использовано либо пальмовое масло, либо растительные жиры. Здесь все соответствует, и, соответственно, человек знает заведомо, когда он берет данный продукт с полки магазина, он видит то, что настоящее это масло, и сливочное вообще вычитываю в интернете, что подразделяется на несколько видов продукции. Это значит меньше 72% олия около того, вот это как раз продукт и является спредом, средний это 80% около того любительское масло называется, и сливочное стандартное масло, которому мы все привыкли употреблять, намазав на батон, на хлеб, а еще и добавить сверху кусочек сыра, что очень вкусно. Является обычным сливочным маслом, и стоит оно в среднем от 80 до 100 рублей, ну, в зависимости от производителя. Поэтому, если вы идете в магазин и увидите на этикетке, что написано масло растительное и сливочное, это еще и не значит, что продукт может быть качественным, обязательно смотрите на состав, а также смотрите, написано ли там спред, либо там написано пальмовое масло, потому что цена слишком уж является привлекательной, и, возможно, в скором будущем мы все-таки узнаем на самом деле, оказывает ли положительное влияние использование данного продукта в пищу, или все-таки негативное. Но точно знаю, что если вы используете в пище животные жиры, они могут у вас вызвать появление большого количества холестерина в краю, потому что холестерин это продукт синтеза на основе животных жиров, которые употребляет человек. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео, жми колокольчик. Всем удачи, всем пока.